На сбитого машиной песика с поврежденной лапой нельзя было взглянуть без жалости. Он лежал в клетке приюта с поникшей головой и очень надеялся на чудо. Люди заметили хромающего Сэнфорда на улицах Далласа, США, после того как его сбила машина. Песик не мог нормально ходить и о нем срочно сообщили в местную службу контроля животных. Помимо травм после удара машиной спасатели обнаружили у пса застаревшее пулевое ранение в правой задней лапе. Тогда Сэнфорда отвезли в ближайший приют, который оказался тесным и шумным. У приюта не было средств, поэтому песика никто не собирался лечить. Он с поникшей головой сидел в клетке, умаляющими глазами смотря на всех, кто проходил мимо. Без лечения и особого внимания, песик пробыл в приюте неделю, пока однажды туда не зашел волонтер местного центра спасения Даллас Док РРР. Увидев, в каком состоянии Сэнфорд, волонтер решил не медлить. Он был разбит. Когда наш волонтер подошел к нему, он даже не попытался встать или повилять хвостом. Казалось он сдался и просто ожидал своего часа, рассказывает директор центра. Персонал центра решил помочь бедняге и как можно скорее. Они забрали его из приюта и отправили на лечение в ветклинику, где врачи делали все, чтобы спасти Сэнфорду лапу и вернуть ему волю к жизни. К счастью, все получилось. После выписки, Сэнфорд отправился на передержку к волонтеру Карен. Всю дорогу до дома опекунши Сэнфорд ехал на переднем сидении, и с его мордочки не сходила улыбка до ушей. В этом жизнерадостном существе было сложно узнать, когда-то несчастного забитого пса. С того момента Сэнфорд не переставал улыбаться. Он не мог скрыть своей благодарности людям, которые спасли его. Сейчас песик каждый день ходит на прогулки, играет с другими собаками, живущими на передержке, и просто наслаждается жизнью, о которой не мечтал пару месяцев назад. В возрасте 10 лет Сэнфорд считается пожилой собакой, но по нему совсем этого не скажешь. Для своего возраста он ведет себя весьма активно, рассказывает опекунша. Он как старичок джентльмен. Если ему, например, 95 лет, он чувствует себя на 50. Сейчас для доброго очаровашки Сэнфорда подыскивают постоянных хозяев, которые полюбят его всей душой. Желаем ему скорее обрести любящий дом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.